Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Сегодня будет небольшой подкастик, много информации накопилось, многие подкасты ждали. Скажу сразу, в самом начале, что отвечать на вопросы, которые там в темке накопились, я не буду, не сегодня. Сделаем подкаст, наверное, большой, жирный на 10 тысяч подписчиков через месяцок, может быть, через два, короче, не скоро. Сегодня лишь некоторые темы обозначим, о которых стоит поговорить и, в принципе, чтобы вы знали, что творится. Наверное, в самом начале я хотелось бы сказать такую простую вещь, это вот то, что ссылочка где-то будет в описании, либо где-то на мониторе. Эта ссылка будет на группу и на, собственно говоря, человека под названием Сергей. Почему я решил сделать на него ссылку? Потому что в последнее время я все чаще пользуюсь именно его репаками. Многие, наверное, слышали о знаменитой репаке от Сереги, и вот у человека осталось там немного людей в группе для того, чтобы добить 10 тысяч подписчиков. Если кто-то еще не вступил, то вступите в его группу. Это прям бесплатный такой пиар, не знаю, поможет им или нет, потому что реально человек делает, грубо говоря, практически за просто так, очень полезные вещи, практически репаки на все модификации. Он даже помимо сталкера делает репаки на другие разные моды, другие разные игры. Короче говоря, очень благое дело, его репаки реально хороши, они реально работают и очень-очень играбельны, за что ему огромное спасибо. Это так, начальное вступление, чтобы, скажем так, сразу улететь. Второе, наверное, с самого начала нужно разрулить, сейчас сказать, сейчас, наверное, ноги поухают, поахают. Во-первых, немножко подустал сталкера, прям жестко подустал, поэтому ОГСЕ, да, проходить до конца мы не будем. Прямо сразу говорю, может, не знаю, кричать, плакать, рыдать, но... Да, так если в шутку, но ОГСЕ не будет пройден до конца, прям 100%. Там осталась одна-две серии, мы с вами добьем квест с дедушкой, найти какую-то информацию о его внучке в Мертвом Городе. Это еще какой-то более-менее интересный квест. И еще возьмем квестик, найти аномальную посуду на территории Мертвого Городка, Мертвого Городка 32. Как только мы эти квесты добьем, это, скорее всего, максимум одна серия, мы завяжем полностью с ОГСЕ. Связано это было с тем, что я между сериями решил просто поиграть, и поиграл, наверное, часа где-то полтора. Я прошел полностью Выжигатель Мозгов, вот эту всю тему отключил, потом я полез на территорию Припяти, и там нет ничего нового. Потом я посмотрел некоторые видосы в дальнейшем, того, чего будет, в принципе, дальше, и там нет ничего нового тоже. Та же самая концовка, тот же самый ЧАЭС, те же самые монолитовцы, ничего, то есть обычный Тенни Чернобыля. Дальше уже новизны никакой нет, потому что сюжет старый. В конце там есть ядерный взрыв красивый, но это такая вещь, которую можно просто загуглить. Поэтому не вижу смысла даже тратить лишних 5 серий, 5 часов на прохождение старого квеста, который на канале есть, потому что ТЧ пройден целиком полностью. Не вижу вот никакого смысла. Поэтому с ОГСЕ надо уже завязывать, плюс, кстати говоря, вышла на 1 патч, 2.0 финальный, так я понимаю, от разработчиков ОГС Тим. Но, правда, он требует новой игры, поэтому, ну и так, для людей, которые захотят поиграть в ОГСЕ, лучше уже играть туда с 2.0 патчем. Там уже все ошибки и фиксы исправлены. Я проходить до ОГСЕ до конца не буду, потому что, ну, нет смысла, просто нету. В принципе, мы и так все, что могли, выжили из ОГСки и на болотах побывали, с Доктором пообщались. Все максимально интересные доп-квесты мы порешали. Было реально круто. Плюс у нас по ОГСЕ больше 40 серий. По-моему, для моего канала это вообще чуть ли не рекорд. Исключая, конечно, Мизери, но Мизери я играл в разные периоды времени. То есть, там, полгода не играл, потом полгода играл. Это не читается. В ОГСЕ все-таки мы очень долго продолжительно играли. И реально уже устало и поднаскучило. И как-то, играя в такие вот моды, типа ОГСЕ, ты отвыкаешь от геймплея всех других модов. И я стал замечать, что я стал намного хуже играть во все другие моды, за того, что я жестко превращился именно к ОГСЕ. Прям очень сильно. И это, кстати, заметно. Вот, я под конец начал замечать, что ОГСЕ все-таки соляночного типа модификация. Потому что весь рейд артефактов, которые в ней есть, суперкостюмы, прочая балда. Все это немножечко, ну, подубивает реализм и геймплей в принципе. Модификация, конечно, шикарная. Топ-1 на Тень Чернобыля. Если бы я мог, я уже говорил, что я бы заменил бы место в Стиме, место продажи версии на ТЧ, обычно оригинальной, я бы заменил бы ОГСЕшной версии. Потому что она реально круче, чем оригинальный ТЧ. Тот же самый сюжет, но подан реально по-другому и более классно. И геймплей, и все супер. Темная Лощина, вообще просто 10 из 10, одна из лучших локаций. И с каким-то нереальным навалом гибрид квестов. И летающая острова, и Захарыч, и темный сталкер с его собакой. Короче, там было все в принципе, и это шикарно. Но да, проходить до конца нет смысла, вот реально. 5 часов там будет просто того же самого. Не вижу даже, не вижу смысла это подавать. Поэтому, не обессудьте, как-то вот так вот. По двум другим модификациям, которые мы сейчас с вами играем. Это у нас была Холодная Кровь и История Борова. Они у меня обе, я обе не смогу допойти до конца. По той простой причине, что они меня закрашили. То есть, я не знаю. У меня походу на новые модификации, какие-то такие лайтовые, в этом году как-то не прет. Карма разрушилась, может быть Синеман колдует, шаманит. Но у меня что-то, что-то окрашнуло. В одной у меня просто не хватило бабла, чтобы перейти нормально на другую локацию. Отчего меня жутко бомбило в Холодной Крови. Для того, чтобы перейти на Затон, нужно было 3000 рублей. И чтобы вернуться обратно, тоже 3000 рублей. В этой модификации просто даже нет времени фармить. Там нету доп-квестов, нету нихера ничего. Поэтому полная срань. Я на неё сразу хрен забил. Это полнейшая тофта. Что касаемо Борова, то я уже настроился прийти её до конца. И у меня в конце, просто при переходе с локации Синеманта на свалку произошёл краш. Я захожу обратно, а сейвов нету. Но перепроходить столько, мне уже было реально впадло. Потому что модификации не из разряда интересных. И те, которые нужно пройти до конца. Вот вообще неинтересно. Честно говоря, я уже что-то слегка стремаюсь. Потому что в 2015 году многие жаловали, что модификации говно. И как бы не дотягивают до уровня 2014 года. Когда там выходили всякие путь в Англии. Всякие там Длины Шорхов, которые были просто титанически огромные. Сейчас я понимаю в 2016 году, что, да блин, походу прошлый год был не так уж плохо. В этом что-то пока что вообще ничего не выходит. И так, если посмотреть на картинку на календарь релизов на АППРО. Там кроме Фантом Зона, да. На Тень Чернобыля очень перспективная модификация. Кроме Фантом Зона, пространственные аномалии и контракт на хорошую жизнь. Ну и плюс еще есть модификация. Не совсем на них надежды возлагаю, но все-таки это от Зауруса. Мод Последний Сталкер. Вот, наверное, 4 модификации, которые могут что-то в этом году спасти. Все остальное просто шлакообразное. Я не беру сюда всякие СГМ 3.0 и солянку там 2.1. ОП, точнее, пак вот этот 2.1. Я это за моды не считаю. Я в такое играть не люблю. Набор этих огромных квестовых солянок. У ГСЕ хватило. Но и то, у ГСЕ это полусолянка. То есть, вот таких полновесных сюжеток всего 4 штуки. Не факт, что они все выстрелят. У меня реально надежда только, наверное, на пространственную аномалию. Потому что там прям что-то парень занялся. И модификация прям жестко. Позвав на озвучку Гланса, который озвучивал Дэдпула и еще херовутучий ребят. Про актера озвучки. Поэтому прям все надежды на нее. Поэтому, наверное, пока что Сталкер отдохнем. Заменим Сталкер Митрохой. Скорее всего, я обещал, что пройду Митроху. Поиграю в разные там дополнительные квесты. Поэтому, как только закончится ОГСЕ. Закончатся вот эти все Сталкер Моды. Которые у нас сейчас есть. Как только выйдет по ним видос последний. Я займусь сразу, наверное, Митро. На канале еще есть Панч Клаб. Которому тоже осталось, скорее всего, где-то серии, наверное, 3-4. От Силы тоже он закончится. Что будет потом? Будем уже смотреть. Будем смотреть. Реально, пока что играть просто не во что. Вот, Рилли. Или только, наверное, в какие-то новинки катать придется. Посмотрим. У нас там релизы вроде будут, типа, Far Cry Primal и так далее. Постараемся, может быть, их покатать. Надо все-таки, ребята, уже потихоньку отвыкать от Сталкера хотя бы на процентов 50. Потому что, ну... Невозможно. Он уже, видите, стал кончаться. Он стал, по сути-то, кончаться. Играть не во что. Я сразу отвечу на вопрос ребят, которые мне пишут в комментариях, что, типа, пройди старые моды, вот, типа, того же, чей... Господи. Упавшие звезды через наемника и так далее. Вот этих модификаций, там, 11-12 годов, которые считаются топовыми. Я сразу говорю, что нет, я не буду играть в это стадьо, потому что, чтобы оценить хорошо этот мод, нужно было в него играть в 2011 году, а не сейчас. Сейчас, если я буду играть в этот мод, я его просто обосру, потому что там нету никаких геймплейных фиш, нету никаких звуковых фиш, нету графических фиш. Там нет ничего, кроме сюжета. И в 2016 году ничего, кроме сюжета, это мало. Сейчас уже нужны левел дизайн и прочие вещи, которые делают из модификаций, как некие отдельные игры, которые интересны нам с вами. Поэтому оценивать такие моды сейчас будет крайне сложно, нет смысла на них даже играть. Поэтому только в новинки будем катать. Как-то вот так вот. Наверное, больше добавить особо-то и нечего. Планов каких-то грандиозных нету. Канал пока что развивается. Не знаю, как это будет после завершения ОГСЕ. Потому что, грубо говоря, канал-то мы затащили в этом году, в этом полугодии на двух ОГСЕшках. Это на ЖК, который на ОГСЕ сделан, и на самой ОГСЕ 0.693 Final Patch. Сильно канал разогнали, не буду спорить. Меня сейчас все устраивает. Где-то примерно... Уже скоро, наверное, тысяча подписок будет в месяц. Это прямо огромная цифра. Там сейчас 800 с копейкой. Подписчиков в месяц прибавляется. Около 150 тысяч просмотров в месяц. Прям, ну, круто. Комментариев хреново туча. 150-200 лайков набирается. То есть, канал разогнался прям очень сильно. Дай бог, чтобы он не остановился с завершением всех этих ОГСЕшек. Будет очень печально, да, на самом деле. Поэтому, ну, не знаю. Не знаю. Есть некоторые планы, как заменить Сталкер. Чем точнее заменить эти моды. Все-таки Сталкер нужно играть хотя бы одну из... Одну из модификаций. Либо будет это опять же Мизери. Что-нибудь, типа, выдумывая ЕМ. А то многие просили Мизерюх опять запилить пару серий Дида Максима. Возможно. Возможно будет. Скорее всего, вот. Либо еще есть Варик. Все-таки попытаться пройти смерть вопреки в полкине лжи. Правда, уже не актуально, но... Посмотрим. Посмотрим. Это все будет после. Пока что, наверное, на ближайшие недели-две добиваем оставшийся проект. А там уже будем смотреть ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.